В эфире телерадио компания Шебекина, в студии Тарас Приказчиков. Здравствуйте! Главные новости из жизни города и района в нашем выпуске. Свой главный праздник отметили представители воздушно-десантных войск. На площади модельного дворца культуры состоялся фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Живой звук-2017». 70 лет вместе жители города Шебекина отпраздновали благодатную свадьбу. А теперь об этих и других событиях подробнее. 2 августа вся страна отмечала День крылатой пехоты, День воздушно-десантных войск. И наш город, естественно, не остался в стороне. Корреспонденты ТРК Шебекина приняли участие в мероприятиях, приуроченных к этой знаменательной дате. Воздушно-десантные войска, крылатая пехота, голубые береты – какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников. Но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто кроме нас». 2 августа бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск отмечали очередную годовщину создания ВДВ. Как известно, 2 августа на одном из аэродромов под Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек. С тех пор этот день стал днем рождения ВДВ – элитных и наиболее боеспособных формирований нашей армии. Наряду со всеми десантниками России, действующими и в запасе, этот праздник отмечали в Шебекино и Шебекинском районе. В полдень у памятника в честь шебекинцев, погибших в локальных военных конфликтах, прошло торжественное собрание бывших десантников. Они поздравили друг друга, и троекратное «Ура» прозвучало очень уверенно и твердо, что называется по-мужски. «Ура! Ура! Ура!» Голубые береты всегда были на передовом рубеже, будь то миротворческая миссия или участие в антитеррористической операции. Они там, где наиболее опасно, где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка, самопожертвование и отвага. Шебекинское местное отделение союза десантников выразило благодарность людям, внесшим неоценимый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Отметило лучших представителей шебекинских десантников. В завершении мероприятия присутствующие отдали дань памяти тем, кто не вернулся из боя, и возложили к памятнику венки и цветы. А вечером десантники, жители села Новая Товолжанка, устроили настоящее шоу на площади у местного Дома культуры. Праздник начался с торжественного построения. Глава администрации Новотоволжанского поселения Игорь Николаевич Мешковой поздравил десантников с праздником. В этот день, 87 лет назад, 2 августа 1930 года, родились новые войска Красной Армии, воздушно-десантные силы. Это произошло на военном полигоне под Воронежем, где впервые за историю советской армии было осуществлено десантирование отделения воздушно-десантных сил. С той поры прошло очень много лет. Войны-десантники прошли Великую Отечественную войну, прошли Афганистан, прошли локальные конфликты, которые были на рубежах нашей Родины после распада Советского Союза. На построении также выступил настоятельного Товолжанского храма отец Алексей, который напомнил, что 2 августа отмечается день святого великомученика Ильи, которого десантники считают своим покровителем. На построении своих друзей по военной профессии поздравили и их коллеги. А потом бывшие десантники продемонстрировали, что слово «бывшие» к ним не подходит. На площади они показали приемы рукопашного боя, инсценировали нападения на колонну противника, демонстрировали умение использовать подручные средства для борьбы с противником, разбивали на груди монолитные блоки тяжелой кувалдой, а кирпичи – руками. На демонстрацию навыков представителей крылатой пехоты пришли сотни жителей села. Кстати, детей здесь десантники угощали бесплатным мороженым, а взрослых – военной кашей. Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю вооруженных сил нашей страны. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны славой. И сегодня воины-десантники вызывают уважение и восхищение как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. Вниманию всех заинтересованных! Родителей школьников и будущих первоклассников! Школьная пора уже не за горами. Самое время проверить, все ли готово к новому учебному году. Всего один день, 18 августа, накануне нового учебного года, в городском дворце культуры с 10 до 15 часов представляет свою продукцию производственно-коммерческая фирма «Успех», производитель школьной формы для девочек классического образца. Продукция данного предприятия сертифицирована, изготавливается из натуральных тканей и соответствует всем стандартам качества и актуальным веяниям моды на протяжении 20 лет. ПФК «Успех» практикуется на производстве стильной школьной формы для девочек. Ведущие дизайнеры разрабатывают превосходные платья и фартуки. Большой выбор прекрасной школьной одежды дает возможность выбрать изделие на каждый вкус и размер. Вашему вниманию будет предложена расширенная размерная линейка, а большое разнообразие фасонов позволит подобрать подходящую вещь для ребенка любой комплекции. Успейте приобрести стильные школьные формы для своих любимых девочек по выгодным ценам от производителя. Ждем вас 18 августа с 10 до 15 часов в модельном дворце культуры. 5 августа на площади Дворца культуры проходил 4-й районный фестиваль вокально-инструментальных групп «Живой звук-2017». Фестиваль проходил при активной поддержке администрации района и города, местного отделения и совета сторонников партии «Единая Россия». Подробности в нашем следующем репортаже. 8 августа 2013 года по инициативе музыкантов в 70-е и 80-е годы, игравших в вокально-инструментальных ансамблях и рок-группах на танцевальных площадках Шебекинского района и города Шебекина, состоялся первый концерт, посвященный памяти ушедших из жизни шебекинских музыкантов. Это мероприятие вызвало огромный интерес. С тех пор фестиваль «Живой звук» стал визитной карточкой нашего города. Нынешний фестиваль собрал 11 коллективов. Все коллективы, как всегда, показали высокий уровень своего музыкального мастерства. Знакомые песни, звучавшие над площадью Дворца культуры, радовали, а порой заставляли погрустить, но без сомнения не оставили никого равнодушным. Программу фестиваля открыл ансамбль «Джаз-бэнд Диксилент», музыкальный руководитель Николай Боков, блестяще исполнившие лучшие мировые хиты. Прекрасно заявил о себе коллектив «Три четвертых» из Новой Товолжанки. с композициями из классики русского рока. Я вижу над собою синие небо, такие белые облака, на голубом, как белоголубые флаги Аргентины. И я закрываю глаза, я закрываю глаза. Вижу леса и майки, я вижу ее, золотые пляжи, я вижу ее, прекрасных женщин. Их лица печальны, такая боль, такая боль, Аргентина, я майка, 5-0. Коллектив музыкантов ЦКР под руководством Евгения Лешова исполнил классику советской и российской эстрады. На неделю до второго я уеду в Комарова, поглядеть от высшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом, кораблем и водолазом. Сам себя найду в кучине, если часом затону. Прекрасно выступили гости фестиваля, группа Jazz School Band из города Берюч. Потому что до 10 девчонок, по статистике делись ребят. А когда, что до 10 девчонок, по статистике делись ребят. Благодарность за участие этому коллективу вручил глава администрации города Шебекина, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Артем Александрович Кириченко, сердечно поздравивший земляков с большим музыкальным праздником. Сегодня замечательный праздник. В нашем городе четвертый раз подряд, становясь традиционным, проходит замечательный фестиваль. Фестиваль с таким интересным названием «Живой звук». И когда мы начинали буквально там с шести коллективов, четыре года назад, сегодня это уже 11 прекрасных коллективов и гости из других районов. Давайте им поаплодируем особенно сегодня. Я, конечно, всех с этим поздравляю. Желаю сегодня всем прекрасных впечатлений от выступления артистов. И разрешите мне вручить теплом участников группе «Джаз, Кул, Бэнс». Город Бирюч. Ура! Всех восхитила удивительной экспрессией и мощным задором группа «Ковер-самолет», руководитель Андрей Камышенко, исполнившая кавер-версии популярных песен в стилях рок-твист и рок-н-ролл. Зрители не удержались и начали дружно танцевать под зажигательные ритмы. Как всегда достойно выступила группа «Фон» под руководством Владимира Шевченко, в свое время стоявшая у истоков создания фестиваля «Живой звук». Каждый коллектив показал свое лицо, притом очень выразительно и оригинально. Коллективы «Тень Пандоры», «Красная лавина», «Колесо времени», «Угол градусов», «Зе драйверс» – все они заслужили шквалы зрительских аплодисментов. Шебекинцы, которых отовсюду привлекал мощный, поистине живой звук, с удовольствием подходили послушать любимые песни. Многие, не стесняясь, танцевали. Выступление музыкальных групп прошло на высоком уровне. Каждый коллектив получил диплом участника. А все, кто пришел в этот вечер, получили в подарок массу удовольствия, услышав настоящий живой звук. Собираетесь в путешествия? Ничего не забыли? А как же загранпаспорт? Как его оформить? Какие для этого нужны документы? Брать справку на работе? А куда потом идти? И как можно оплатить? Тут недолго и растеряться. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь вы сможете подать заявление на получение загранпаспорта, не выходя из дома. На портале вся процедура подачи не займет много времени. Все, что необходимо, это заполнить удобную форму заявления на получение или перевыпуск загранпаспорта. А проверка данных пройдет автоматически. О готовности паспорта вы узнаете благодаря уведомлению. И никаких очередей. Теперь осталось только забрать паспорт в отделении ФМС. Госуслуги. Проще, чем кажется. Благодатная свадьба. 70 лет. Именно столько прожили вместе Мария Павловна и Владимир Васильевич Мартыновы. Подробнее в репортаже Зои Войтовой. Говорят, что счастье любит тишину, так же, как и любовь. Ведь посмотришь, порой сегодня человек кричит о своих чувствах, носит возлюбленные цветы охапками, а завтра поругались и разбежались, будто и не были вместе. У семьи Мартыновых все по-другому. Они не заявляли громко о своих чувствах, а просто любили и уважали друг друга, жили дружно и так долгие и счастливые 70 лет. 29 июля с солидным юбилеем совместной жизни поздравил супружескую пару глава администрации города Шебекина Артем Александрович Кириченко. Почему? Потому что для всего Шебекинского района, я скажу больше, для всей Белгородщины сегодня большой праздник. Потому что прекрасным шебекинцам, прекрасным людям, у них сегодня в семье праздник. Вам 70 лет совместной жизни. И об этом говорит даже Белгородская областная газета. Вы посмотрите. Да, ему вчера принесли. Юбиляры поженились в 1947 году, будучи знакомы всего несколько дней. В тяжелые послевоенные годы решили, что вместе будет легче. Свадьбу сыграли в селе Купино. А после начались трудовые будни. Владимир Васильевич участвовал в освобождении Украины, Бессарабии, Румынии, Польши и Венгрии. Был трижды ранен. А победу встретил под Прагой. О его бесстрашии свидетельствуют награды. Орден славы третьей степени, два ордена красной звезды, орден отечественной войны первой степени, медали за отвагу и боевые заслуги. Нелегко пришлось и Марии Павловне. До войны она начала осваивать медицинское дело. Продолжила медицинское образование уже после победы. С трудом добиралась на учебу в Белгород. Вскоре после свадьбы Мартыновы поехали в родное село Мужа. А работу Марии Павловне дали за 15 километров оттуда. Каждый день ходила пешком. Вскоре семья переехала на постоянное место жительства Шибекина. Супруги Мартыновы успели воспитать двух детей, трех внуков и правнучек. В сентябре Владимиру Васильевичу будет 93 года, а в июле Марии Павловне исполнилось 90. Юбилей совместной жизни – образцовый жизненный пример в создании и сохранении семьи, который позволяет молодому поколению учиться у таких, как Владимир Васильевич и Мария Павловна, верности в супружеской жизни, чувству долга, доброте и мудрости. Благополучия и здоровья вам, уважаемые юбиляры! Федеральное агентство лесного хозяйства и авиалесоохрана предупреждаю – не жги сухую траву, будет пожар. При обнаружении травяного или лесного пожара звони 8 800 194 00. В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась интеллектуальная игра «Библиотечный IQ. Семь чудес Шибекинского края», посвященная 89-й годовщине образования нашего района. Принять участие в библиотечном IQ отправились и наши корреспонденты. Как и принято, на день рождения района были приглашены гости. Заместитель главы администрации города Шибекина Татьяна Викторовна Работягова, жители микрорайона, читатели городских библиотек. Мероприятие началось с инсценировки, в которой юные читатели, выступившие в роли цветных карандашей, разукрасили весь наш район к празднику. После приветствия ведущих по уже сложившейся традиции слово было предоставлено Татьяне Викторовне Работяговой. Говорят, что где родился, там и пригодился. Я родилась не в Шибекино, и даже не в Шибекинском районе. Но надеюсь, что пригодилось, приехав сюда 23 года назад, надеюсь, что пригодилось в Шибекинской земле. Потому что земля замечательная, земля, на которой живут открытые, красивые, умные, трудолюбивые люди. Земля, где каждый дом, каждое село помнят подвиги. Причем подвиги не только самой кровопролитной Великой Отечественной войны, но подвиги еще далеких наших предков. Потому что Шибекинский район, это район, стоящий на границе Руси, район воин, земля, охранник. И это тоже очень важно и очень значимо. А еще это район, где расположены такие замечательные экологические объекты, как Бекарюковский гор, в котором потрясающие меловые сосны. Это район, где много лиственных лесов, как наш Титовский гор, в котором шикарная Дубрава. Это даже наш город, в котором в центре города, на 42 гектарах, располагается прекрасный парк культуры и отдыха. Район богатый трудовыми традициями, потому что так много людей, которые вложили свой собственный труд в развитие района. Конечно, в каждом месте есть, но наш район этим тоже очень-очень славится. Хотелось бы, чтобы наш район процветал. Хотелось бы, чтобы он становился все интереснее, чтобы открывались новые туристические маршруты. А сейчас это задача номер один – привлечь туристов, которые будут путешествовать по родной земле. Затем ведущие предложили участникам мероприятия составить список из семи чудес Шебекинского края. Те, в свою очередь, молниеносно отвечали на вопросы исторической викторины и словно притянули невидимую нить памяти между поколениями. Приглашенные узнали много интересного, а, возможно, для кого-то и нового. В частности, о том, что датой возникновения Шебекина принято считать 1713 год, поскольку именно тогда оно было впервые обозначено на российских картах. И то, что в 17 веке на месте пригорода современного Шебекина располагался древний город Нижигольск. Интересно и ненавязчиво были пролистаны страницы истории нашей малой родины. Увлеченные участники слушали повествование о том, что с 1836 года Свободой Шебекинской владел род Ребентеров. В 1928 году в составе Центрально-Черноземной области был образован Шебекинский район с центром в поселке Шебекина. А в 1938 году Шебекина получил статус города. Гости успешно справились с разгадкой кроссворда о природе района. По фотографиям определяли храмы Шебекинского благочиния, собирали схему территории района из разноцветных пазлов. Участники мероприятия узнали также о православных храмах, расположенных в районе, о многогранной деятельности учреждений культуры, об уникальных достопримечательностях и исторических местах нашего края. И все в итоге согласились с тем, что главное достояние Шебекинской земли – это жители нашего района, люди разных профессий, разного возраста, разных увлечений. Это именно они делают наш район прекрасным и чудесным. Завершилось мероприятие дружным исполнением песни о нашем Шебекинском районе. Прокуратура разъясняет. Дача или попытка дачи взятки сотрудникам ДПС уголовно наказуемы. За подобное деяние предусмотрены штраф исправительной работы или лишение свободы сроком до 5 лет. Взятки на дорогах довезут до Уголовного кодекса. Служу Отечеству. Именно эту фразу четко по-военному произнес шебекинец Владимир Николаевич Мурашов, когда представители Управления Федеральной службы безопасности России по Белгородской области торжественно вручили ему медаль за отличие в работе по информационной безопасности, которой он награжден приказом директора Федеральной службы безопасности в связи со столетним образованием службы и за весомый личный вклад в дело обеспечения безопасности страны. На вручении награды Владимиру Николаевичу побывали и наши корреспонденты. Срочную армейскую службу уроженец города Каргополь, что в Архангельской области, проходил в Прибалтике в подразделении войск государственной безопасности. Демобилизовался в звании сержанта и поступил в Бакинский техникум связи. Уехал по распределению работать в Грозный. Именно здесь молодому инженеру-специалисту дальней связи и предложили работу в региональном управлении Комитета государственной безопасности. Вся служба Владимира Николаевича Мурашова прошла на Северном Кавказе. Офицер госбезопасности занимался организационным и техническим обеспечением закрытой правительственной связи во всех ее видах – телефонной, почтовой, радио. Уволился в запас Мурашов в 1987 году в чине подполковника. В 1992 году ему по понятным причинам пришлось уехать из столицы Чечни, где к власти начали приходить сепаратисты и боевики. С тех пор и живет Владимир Николаевич со своей женой Марией Ивановной, которую в шутку называет боевой подругой в городе Нанежигале. Владимир Николаевич, которому идет 90-й год, энергичен и бодр, сохраняет чувство юмора и оптимизма. Очень рад, что белгородские и шебекинские коллеги по прежней службе его не забывают, часто навещают. Ветерану очень дорого это внимание. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Зоя Войтова, Алексей Коновалов, Виктор Копылов и Тарас Приказчиков. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова